Если бы меня попросили охарактеризовать царство одним предложением, я бы сказал, представьте себе, если бы золотой век в манге Берсерк никогда не закончился. Заинтересованы? Надеюсь, что да. Ведь исторические баталии всегда терзали умы и сердца творческих людей, когда блистательные тактические гении генералов, а также мужество и самоотверженность простых солдат соседствуют с миллионами бессмысленных и жестоких смертей. Добро пожаловать в мир, где жизнь простого человека не стоит ничего, но жизнь великого человека стоит дороже городов и целых стран. В мир, где целая война может начаться только с целью убить одного человека, и когда даже бесчисленное воинство может быть парализовано всего лишь одной смертью. В мир, где генералы по ярости уподобляются демонам, а правители по величию сравнимы с богами. В мир, где реальная история может быть невероятнее выдуманных мифов. Добро пожаловать в одно из моих самых любимых произведений. Добро пожаловать в царство! Доброго времени суток, уважаемые читатели и зрители! Вы на канале Neogrim, и я продолжаю делиться произведениями, которые достойны вашего внимания. И на повестке дня у нас одна из моих самых любимых манг — царство. За авторством большого любителя китайской истории — мангаки по имени Кесухиса Хара. Царство начало свой выпуск в далёком 2006 году в еженедельном журнале Сейнен Манги Weekly Young Jump, где в своё время выходила эльфийская песня, Гэнс и Токийский гуль, и многие другие. Но царство, пожалуй, можно назвать самым главным хитом журнала, потому что общие продажи томов манги совсем недавно перевалили за 100 миллионов копий. Но перед тем, как мы начнём погружение в данное произведение, важно будет сделать историческую ремарку и разъяснить некоторые вещи. Итак, в истории Китая существуют две самые романтизированные исторические эпохи, которые находят своё воплощение в большом количестве самых разнообразных медиа, книги, фильмы, игры и прочее. Первый и самый знаменитый — это период Троицарствия, который рассказывает о противостоянии между тремя царствами Китая — Вэй, У и Шу. И происходило этого временной промежуток с 220 по 280 годы нашей эры. Существует большое количество книг, которые описывают или романтизируют данный период. Помимо этого существует и одноимённый популярный китайский сериал 1994 года. Три царствия и его герои стали настолько известными, что стали популярными далеко за пределами Китая. Например, существует также японская манга Санго Куши, выходившая аж в 1991 году за авторством Митсу Теру Йоко Ямы, а также Люй Бу, сильнейший воин Троицарствия, появлялся как один из бойцов в манге повести о конце света, где сражались герои людей против богов. В период Троицарствия также разворачивается игра серии Total War Free Kingdoms от студии Creative Assembly, или более новая Вулонг Fallen Dynasty от студии Team Ninja. Ну и как же не вспомнить о знаменитой серии Dynasty Warriors. Но несмотря на то, что все эти проекты рассказывают про события, происходящие внутри Троицарствия, ты уже настоящую историю по этим играм лучше не учить, потому что с событиями авторы обращаются очень вольно. Но помимо эпохи Троицарствия, существует также и другая эпоха, которая немного менее известна за рубежом. Период сражающихся царств, который также называют эпохой шести воюющих провинций. Период, который начался примерно в 400 году до нашей эры и закончился в 221 году до нашей эры. То есть эти события происходили примерно за полвека до событий Троицарствия. И рассказывают они историю первого объединения Китая. И именно в этот период происходят события манги Царства. А вот теперь вы не должны путаться в эпохах, потому что изначально я, не зная этой информации, долго читал Царство, думая, что я читаю мангу про Троицарствия. Вы теперь такой ошибки не допустите. Итак, более 200 лет на земле Китая продолжается эпоха войн. Шесть воюющих царств ведут между собой постоянные сражения, разграбляя соседей и отбирая друг у друга ресурсы и территории. Целые поколения людей рождаются, вырастают и умирают, окруженные войной. Они привыкли хранить родных и близких, привыкли к тому, что соседи захватывают и потрошат их города, а мелкие деревни грабят и сжигают. Война стала частью их естества. И что еще страшнее, война стала частью их рутинной жизни. Потому что о существовании другой, мирной жизни, они не знают. Видя зверства соседей, дети растут с мыслью о том, что пойдут в армию, чтобы пройтись по земле соседей и принести им боль и горе. Такую же, как испытали сами. Где оставят после себя руины и сирот, которые тоже однажды вырастут с мыслью о том, что пойдут в армию, чтобы пройтись по земле соседей и принести им боль и горе. Такой же, как испытали сами. Бесконечный круг ненависти, мести и разногласий, который невозможно решить дипломатическим путем уже более нескольких столетий. Так продолжалось до тех пор, пока один человек не решил положить этому конец. Прервать круговорот боли, ненависти и мести. И решил он это сделать самым жестоким, кровавым, но возможно единственным способом для тех лет. Он создал цель, мечту, которой он заразил сотни других великих людей. Он решил во что бы то ни стало объединить Китай. Положить конец эпохе воюющих царств. Объединить всех под одним флагом одной страны. Одни запомнят его как страшного тирана, что пролило реки крови ради своей цели. Другие же назовут его героем, что впервые объединил Китай. И имя его было Ин Джен. История же его запомнит как Цинь Шихуан Ди. Великий император, основатель Цинь. Несмотря на то, что эпоха шести воюющих царств менее популярна в сравнении с Трицарствием, сам Цинь Шихуан Ди наоборот довольно популярен в медиа. И он является персонажем многих фильмов и сериалов. Таких как, например, знаменитый фильм Император и его убийца 1999 года, или уже ставший культовым фильм с Джетом Ли Герой 2002 года, эти фильмы затрагивают жизни этого знаменитого Императора. Также в уже упомянутой манге «Повесть о конце света» Сэм Цинь Шихуан Ди появлялся среди бойцов на стороне людей. И на этом давайте уже наконец коснемся самого сюжета. История царства знакомит нас с огромным количеством персонажей, которые будут перетягивать на себя читательское внимание в той или иной арке. Разнообразные генералы, тактики, верможи и простые люди. Казалось бы, история Китая, политические дворцовые интриги далекой страны с непонятной чуждой культурой. Как это может быть интересно? Оказывается, может. А все потому, что умный автор ловко сегментирует повествования, разбавляя события. Технически у нас множество очень важных ключевых героев, которые берут на себя много сюжетного времени и два протагониста, который находится по одну сторону баррикад. Во-первых, это Ли Синни. Молодой парень и сирота войны. В начале сюжета он живет у местного староста деревни, выполняя разную работу, а его положение примерно равно положению раба. Но он каждый день тренируется со своим другом, сражаясь на деревянных палках. И лелеет мечту стать великим генералом. Синь простоват, криклив и немного агрессивен. Но при этом быстр и ловок. И силен для своего возраста. А главное, очень живуч. Синь наш местный гац. Простой рубахопарень, который прямолинеен и говорит, что думает. Мы в долгое время практически рабом. После вступительных событий манги он начинает свой путь от простого ополченца. И бой за боем будет подниматься по рангам. Из перспективы зрения Синя читатель видит самую приземленную часть повествования. Глазами Синя среди простых солдат автор показывает, что происходит в гуще боя. Разнообразные тактики и генералы вокруг Синя отвечают за тактическую часть боя, которую автор часто показывает видом сверху. Мы как читатели постоянно видим перемещение войск на карте боя. И нам детально показывают все маневры, чтобы мы не запутались в происходящем. Поэтому каждое сражение для читателя это не хаос, а понятное перемещение отрядов на местности. А непосредственные сражения Лисиня и других персонажей уже делают битвы более личными и напряженными. Отряды становятся не просто фигурами на доске, а живыми людьми. А опытные читатели даже могут сидеть и рассуждать над картой, предполагая, как повернутся события в предстоящем бою. Например, глядя, как войска располагаются перед боем. Так, наше царство Цинь против царства Джао. Синь на правом фланге, у него 30 тысяч солдат. Противник выдвинул против него аж 70 тысяч. Это неспроста. Они явно хотят, чтобы мобильная армия Синя увязла в мясе и не могла маневрировать и быстро реагировать. Ван Бен рядом с нами в резерве, у их армия наш должник. Так что если дело запахнет проблемами, он пусть и нехотя первым делом кинется спасать наших солдат. Где проблем точно не будет, так это на левом фланге. Там наша красавица, великий генерал Ян Дуан Хе и ее горные племена. Даже имея численное преимущество, у противника мало шансов на этом фланге. Разумеется, основная битва будет происходить в центре. И все решит именно грамотное позиционирование. Ведь нашей объединенной армией командует великий генерал Ван Дзянь, который уже не раз показывал свой тактический гений, особенно во время коалиционной войны. Но все же. И уже пока виднеются три главные проблемы. Во-первых, бой идет на территории Джао. Они знают местность лучше и могли подготовить ловушки. Во-вторых, главнокомандующий сил Джао это генерал Сыма Шан. Он еще не показывал себя в манге, он новый персонаж, поэтому ни герои, ни читатели не знают, что от него ждать. А разведка слишком скупа на информацию. И самая главная проблема. Это тактик царства Джао, Ли Му, который пьет кровь и любовь читателей уже много сотен глав. И тащит катки как кореец в Старкрафт. Он явно что-то задумал, сможет ли он снова безнаказанно провернуть свою тактику. Узнаем, узнаем. Вот примерно как-то так себя ведет обычный читатель манги царства, когда у него за плечами почти 800 глав манги и почти тысячи часов в серии Total War. События, сражения, а главное персонажи, что с одной, что с другой стороны. Мы как читатели видели их, прошли все эти тяжелые битвы вместе с героями. Мы видели страдания, боль и достижения. Именно поэтому мы в полной мере можем насладиться полноценной и заслуженной наградой для синя. Продвижением по рангам. Десять солдат. Сотни. Тысячи. Десять тысяч. Каждое расширение сил героя это всегда значимое событие, которое меняет положение дел. Да, да даже первая покупка брони для протагониста это целое событие, сопровождаемое неплохим юмором. Да, теперь у отряда есть конница. Это значит новые возможности для маневра. А теперь у нас есть лучники. Это полноценный отряд дистанционного боя. Да, нас стало намного больше. И почему мы теперь проигрываем там, где раньше побеждали? Что? Да как так-то? Потому что все большими силами тяжело командовать, особенно находясь в гуще сражения. И отряду нужен еще и тактик. А еще логистика, снабжение, медики и рост. Постоянный рост главного героя как воина и командира. Ну так и в принципе рост. Приятно видеть, как с годами наш маленький боевой хорек превращается в настоящего молодого волка. От рано видеть, как отряд из горстки ополченцев в начале истории превращается в настоящую армию. А люди, которые были с ним с самого начала, занимают высокие командные должности. Ну, те, кто дожили до этого момента. Особенно стоит отметить тактика армии Синя. Хяо Дяо. Она была с героями с самого начала истории и, пройдя через трудное обучение, стала раскрывать свой талант и стала по-настоящему полезной для общего дела. И хотя Дяо явно питает к Синю особые чувства, для него она словно младшая сестра, с которой он буквально вырос вместе за время манги. Еще нужно отметить лейтенанта армии, красавицу Тян Лэй. Бывшая убийца и любовный интерес главного героя. Хотя романтики читатели, увы, не дождутся. Потому что единый Китай превыше свадьбы, детей и дома. Лишь когда все закончится, герои смогут остановиться и отдохнуть. Но доживут ли они до этого момента? Это, конечно, вопрос открытый. Конечно, самому Синю ничего не угрожает. Как настоящий сионный протагонист, он очень живучий. Настолько, что у некоторых зрителей его живучесть может бесить. Но поверьте, когда дело касается сражений, в которых сходится армия в несколько сотен тысяч человек, живучесть одного сионного протагониста это далеко не решающий фактор в победе сражений. Но все же это приятный бонус для союзной страны, чего греха таить. Но, увы, это не спасает десятки жизней других важных персонажей, которые сложат свои головы. Ведь так было в реальной истории. Вторым полноценным протагонистом манги царства – красавчика Ин Чжена. Другое фото не из паспорта! И Ин Чжен – наш местный Гриффит. Идеальный красавчик с темным прошлым, у которого есть мечта. И если один красивый мальчик в свое время очень сильно мечтал о замке, как о своей цели, то для другого красивого мальчика получение замка было лишь первой ступенькой к настоящей мечте. Мечта, что зарождает всех остальных великих людей рядом с ним и заставляет следовать за ним. Ин Чжен – молодой правитель царства Цинь, которому история пророчит стать первым правителем Объединенного Китая. Согласно реальной истории и сюжету манги, Джен был бастардом – сыном правителя и простолюдинки. После одной из войн Джена отдали в соседнее царство в качестве заложника, где жизнь его была незавидной. Жители не осмеливались его убить, и зато избивали и унижали постоянно. Сын правителя соседней страны, чьи войны принесли столько горя и загубили столько людей. Круговорот ненависти, в котором человек более слабого характера мог бы утонуть. Но не Джен, который не только смог расти и выжить в таких условиях, но и смог закалить свой характер. А главное, внутри него зародилась мечта разорвать круг ненависти. Мечта о том, что дети больше не будут расти в окружении ненависти, которую он познал. Мечта о том, чтобы прекратить гонение, грабеж, геноцид. Мечта о том, что можно положить конец эпохе войн. Мечта о том, чтобы объединить людей вместе под небесами. Где не будет царств, а будет лишь одна земля и один единый народ. Где соседи станут не рабами, но согражданами. Светлая, добрая и наивная мечта. Но решимость, с которой герои всегда произносит эти слова, всегда подкупает. Им Джену предстоит долгий путь, чтобы добраться в родное царство и занять престол. Потому что, по счастливой случайности, правитель умер, не оставив других наследников мужского пола. А вот только мало кто обрадуется тому, что на троне внезапно появляется принц Бастард. Поэтому, когда Джен вместе с соратниками и случайно подвернувшимся синим, который успел несколько раз спасти царевичью жизнь, оказываются во дворце, то путь Джена только начинается. Когда сюжет перескакивает на Джена, то нас ждут политические интриги дворца, противостояние внутренних фракций и, главное, глобальная карта сражений. Именно здесь мы видим глобальное перемещение армии, готовых вступить в тот или иной бой. И когда сражение неминуемо, мы возвращаемся к Лисиню, словно в видеоигре у нас загружается битва. И мелкие прыжки туда-сюда, для получения информации и донесений, они тоже происходят постоянно, чтобы читатель не заскучал. В отличие от Синя, Джен менее прямолинеен, он спокоен и хладнокровен, а также старается принимать взвешенные решения. Хотя он тоже совсем не лишён эмоций и порой даёт волю чувствам. Джену постоянно приходится решать очень непростые проблемы и постоянно балансировать на грани серой морали. Например, один из великих генералов нашего царства Цинь – это Хуан Цзи, бывший предводитель разбойников. Он за невероятно жестоко кровожаден, не гнушается массовым убийством пленных и промышляет пытками, но в то же время он известен своей хитростью и коварством в бою. А его дерзкие планы сильно помогли героям во время коалиционной войны, потому что врагам всегда сложно понять, что же у него на уме. И с одной стороны, для молодого правителя такой человек – это воплощение всего, против чего он выступает в попытках объединить Китай. А с другой стороны, невозможно не признать, что его сила нужна в войне, иначе мечта об объединении Китая может так и остаться мечтой. Поэтому Джену приходится дипломатично выходить из ситуации, но все же сжимать поводок, если жестокий генерал совсем отбивается от рук. Между военными кампаниями манга всегда берет сюжетные перерывы, и в такие моменты зрители отдыхают от крупных сражений, а наше внимание полностью переключается на дворцовые интриги, тайных убийц, работу разведки и дипломатов. Но все же именно в масштабных сражениях царство сияет ярче всего. Именно поэтому первые арки манги, где герои пытаются собраться вместе и посадить Инджена на трон в столице – это самая слабая часть манги, которая будет становиться только лучше и интересней. Ведь пытаясь найти свой собственный стиль и путь, манга вначале напоминала солянку из разных других сионунов. В ней читался даже Хантер Экс Хантер или даже Джоджо. Но только во время первой военной кампании Сини, спустя примерно 50 глав от начала, я почувствовал, что мне стало по-настоящему интересно. И это чувство уже не отпустило, а только росло с каждой новой аркой. Потому что автор тоже нащупал свой путь, в котором он хочет развивать это произведение – масштабная военная кампания. В которой будут и многочисленные сражения, армии в чистом поле, разведка, засады, осады и обороны городов. К слову, если вы устали от городов, построенных по принципу круга во всех вэтазе аниме современности, то вы порадуетесь, потому что в манге царства все города квадратные. Потому что в эпоху войн деревни сжигались и разграблялись. А все города строились, чтобы напоминать крепости, внутри которых здания выстраиваются в подобии лабиринта. И это, кроме шуток, действительно было обусловлено реальной историей. Тут важно отметить, что автор манги старается придерживаться реальных исторических событий. Но все же не забывает, что создает художественное произведение. Поэтому он может слегка менять факты для создания конфликта или драмы. Например, события, что записаны в истории как полный разгром и провал, автор своими стараниями может превратить в настоящее героическое поражение на грани победы. А там, где история сухо запишет летопись одной строкой, что город устоял, из-под пера автора этот момент станет ключевым сражением всей войны, растянувшейся на несколько глав боя и нечеловеческих усилий. Изначально идея манги царства пришла в голову автору, когда он создавал два ваншота. Один из которых посвятил Лиму, тактику царства Джао, а другой генералу Мэн У. Быстро поняв, что хочет написать в этом мире сериализацию, в январе 2006 года автору было дано добро на сериализацию. Разумеется, опираться на ваншоты было нельзя, а тут нужен был новый герой, желательно молодой и близкий к аудитории, который будет расти вместе с ней. Даже несмотря на то, что Выкли Ян Джамп был журналом Сейн Эд Манди 18+, так вот Ли Синь и Ин Джен подошли к истории намного лучше и были ближе к аудитории. Разумеется, популярность пришла к произведению далеко не сразу. Ее пришлось ждать много лет. Интереснее то, чтобы просачиваться в другие медиа, манга начала не с аниме, так в 2010 году эксклюзивно для Японии, на PlayStation Portable вышла видеоигра, посвященная царству. И только потом, в 2012 году, случилось аниме, о котором чуть позже, потому что в том же году манга царства также попала в книгу рекордов Гиннеса, как написанной наибольшим количеством людей. Это было обусловлено так называемой компанией Social Kingdom, в котором фанатам и другим художникам было предложено перерисовать весь 26 том. Среди участников этого события были такие знаменитые мангаки, как Итиро Ода, автор One Piece, Масасики Шимото, автор Наруто, Хирохика Араки, автор Джоджуо и многие другие, а также Сею и разнообразные допущенные фанаты. Спустя год, в 2013 году, манга заслуженно получит престижную культурную премию Осаму Тедзуки. А один из судей прокомментировал данное произведение следующим образом. Я не помню, когда в последний раз я бы с таким возбуждением проглотил почти 30 томов одной манги подряд. После этого снова активизировались игры и в 2016 году в Японии была выпущена бесплатная мобильная игра под названием Kingdom Seven Flags, а в 2018 году была выпущена еще одна бесплатная мобильная игра Kingdom Run. Увы, жаль, но такими темпами игру уровня Total War нам ждать еще очень долго. А парад наград продолжился в 2019 году, где часто упоминаемый журнал Da Vinci поставил царство на первое место в своей ежегодной номинации «Книга года». Ну и в 2023, совсем недавно, с выходом 70 тома, манга все же попала в топ самых продаваемых манг в истории, тома которых перевалили за 100 миллионов копий. И это лишний поп вспомнить вот это видео. А сам же Иисуси Сахаран в 2015 году заявил, что намерен завершить мангу на 100 томе. Насколько его планы изменились спустя почти 10 лет, вопрос, конечно, хороший. По крайней мере, за 70 томов мы не ушли далеко по истории и событиям не видно конца и края. А между тем, мы сделаем шаг от манги и посмотрим, наконец, что же там с аниме-адаптацией. В отличие от того же Берсерка, аниме по манге «Царство» повезло больше. Оно выходит исправно и закрывает все новые и новые арки. И купается в лучах любви фанатов. Но так было не всегда. Первый сезон от студии Пьерот вышел в далеком 2012 году. И в нем было 38 эпизодов. Что сказалось на качестве проекта. Также аниме сильно критиковали за огромное количество очень дешевого 3D. Разумеется, все понимали, что масштабные битвы невозможно было сделать без помощи 3D моделей. Но кривую анимацию и плохой шейдинг на главных героях крупным планом, даже в спокойных сценах зрители простить уже не могли. Если так подумать, между Берсером и Коментарством намного больше общего, чем я думал изначально. Второй сезон от той же студии начал выходить почти сразу за первым в 2013 году. И в нем было 39 серий. И сериал наступал на все те же грабли, что и первый сезон. Но по заверению преданных зрителей, визуальное качество аниме начало расти. Но этого было недостаточно. Поэтому третий сезон случился аж в 2020 году, спустя 7 лет. И он насчитывал уже 26 серий. И для его создания студия Пьерот объединилась с Сайнпост. Так началось новое рождение царства. Качество рисунка и анимации выросло в разы, позволяя уже не терпеть царство ради сюжета, а в полной мере наслаждаться им. А главное, третий сезон охватывает арку коалиционной войны, которую можно назвать самой эпичной аркой манги. И ее реализация действительно требует множества сил и времени. Нащупав правильный подход и грамотно построив новые процессы взаимодействия, Пьерот и Сайнпост продолжили трюмф четвертым сезоном царства, который вышел через год после окончания прошлого сезона, в 22 году. И в нем снова было 26 серий, которые радовали своим качеством в сравнении с первыми двумя сезонами. И вот в 2024 году, на момент написания этих строк, только начал выходить уже пятый сезон, за который все так же отвечает тандем из Пьерот и Сайнпост. И по неофициальным данным, количество серий в этот раз будет меньше, около 13. И его сократили, опять же по слухам, для того, чтобы уложить следующую арку в шестой сезон, которая займет как раз примерно 20 серий. Но не одним, аниме единым. Ведь в 2019 году, еще до выхода третьего сезона аниме, вышел лайф-экшн фильм с живыми актерами, который в сжатой форме рассказывает о первой арке манги. Второй фильм, Царство 2 в далекие края, вышел в 22 году. Третий фильм, Царство 3, Пламя Судьбы, уже в 2023 году. И учитывая хорошие отзывы и сборы каждой части в районе 5 миллиардов йен, зрители, скорее всего, увидят и продолжение. Все же историческая драма вполне хорошо ложится на формат фильма или сериала с живыми актерами. Так или иначе, популярность Царства за все эти годы не только не падает, а продолжает расти. Но почему же Царство так хорошо попадает в сердце? И почему становится только лучше? Ну, помните культовый момент из «Властелина колец», когда Хельмова пать почти пала, и Гендальф приходит с конницей на подмогу? Почему этот момент был так хорош и эмоционален? Помимо того, что момент был визуально красив, он имеет сильный фундамент для зрителя из-за подготовки. Зрителям дали достаточно времени, чтобы все прочувствовать. Мы вместе с персонажами занимались начальной обороной крепости. Мы были там, когда детям раздавали оружие. Мы смотрели, как полетели первые стрелы и были поставлены первой лестнице. Мы видели смерти и отчаянные вылазки. Мы видели, как чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. Мы все это видели, прочувствовали вместе с защитниками крепости. И именно поэтому, появление Гендальфа так сильно ударяло эмоционально. Ни одно произведение со времен работы Питера Джексона не смогло дать мне схожие чувства. Ни одно, кроме царства. Ведь именно здесь я нашел себя в холодном боту в три часа ночи перед компьютером, не в состоянии оторваться от финала арки коалиционной войны. Захлёстывающие эмоции, неизбавляемый темп событий заставлял меня читать огромные куски истории залпов. И в три часа ночи, будучи мокрым от напряжения, я уже просто кричу в монитор «Пацаны, держите стену, я вас заклинаю! Еще чуть-чуть продержитесь!» За окном у меня скоро рассвет. Мне нужно на работу, а я не смогу уснуть, пока не дочитаю арку, которую читаю залпом уже более восьми часов подряд, где одно сражение перетекает в другое. Одна тактическая хитрость сталкивается с другой, где сейчас на одной стене одного маленького города решается судьба всей войны и всего будущего. Я, как читатель, знал все ставки в этом бою. Я видел своими глазами каждый поворот. Я видел, как необученные и неподготовленные люди брали в руки оружие, чтобы любой ценой, любой ценой удержать этот город в течение нескольких дней. А явившемуся царевичу приходят со своей речью и примером поднимать моральный дух жителей города. И даже детям пришлось взять оружие в руки. И персонажи, и я сам, благодаря стараниям автора, знали те ставки в этой игре, те планы, которые тут столкнутся. Я словно сам стоял на той стене вместе с другими, каждый из этих бесконечных дней, истекая кровью, теряя силы, падая без сознания от усталости, теряя товарищей каждый час под бесконечным потоком стрел. И под специальным шумом от врага, что не давал спать и восстановить силы. Все эти бесконечные дни, пока на пятый день, с востока, с первым лучом солнца, Гэндальф не приведет помощь. Потому что только прожив с персонажами эти дни, зная, насколько велики глобальные ставки, в данный момент я как читатель понимал, насколько ценен сейчас этот один маленький город и этот один маленький кусочек стены. Именно так и только так местный Гэндальф, пришедший с первым лучом солнца, действительно воспринимается читателями как особенное и запоминающееся событие. И автор это прекрасно понимает. Именно поэтому эта манга занимает так много глав, поэтому каждое событие настолько подробно расписано. И каждое событие имеет вес. Правда, среди бесконечных дифирамб хочется вложить чуть-чуть дегтя. Как и многие самоучки, визуальный стиль Ясухис и Хары сильно страдал от множества проблем. Особенно в начале творческого пути. Например, проблема с пропорциями. Стоило только отойти от привычного ракуса. От такой же проблемы в начале творческого пути страдал Раки Хирохика, автор Джоджо. В дополнение к вышеуказанной проблеме персонажи манги царства часто скачут в своих размерах. То персонаж нормального роста, то в другом кадре он уже огромный. И такое происходит постоянно. Но, как и хитрый Араки, автор царства смог превратить свой минус в свою отличительную черту. Со временем размеры персонажей стали неким подобием давления, которое они создавали. Грубо говоря, они не были великанами. На самом деле, но атмосфера и давление, которое они создают, заставляет всех остальных видеть в них великанов. И в контексте событий это выглядит отлично и убедительно. Главное, даже спустя почти тысячу глав автор так и не научился рисовать лошадей. Этим муравьеды выглядят так, как будто просят, чтобы их пристрелили. Да и мышцы людей все еще выглядят странно и неестественно. Также к минусам можно отнести и желание автора растягивать события и показывать все подробно с разных сторон. Поэтому, когда вы начнете читать царство вангоинги, то периодически будете ловить себя на мысли, что за несколько глав ничего не произошло. Если читать десятки глав залпом, то такого чувства, разумеется, нет. Ну и, как я уже говорил, выше неубиваемость главного героя тоже для некоторых является сильным минусом. Зато все эти минусы автор с лихвой компенсирует баталиями и тактическим видом сверху. Также делу помогают прекрасно прорисованные эмоции на лицах, а также прорисованные доспехи армии. И отлично нарисованные моменты схлестывания армии, где люди и кони смешиваются в живую кучу. Тут автор старается так хорошо, что на некоторые визуальные минусы просто закрываешь глаза. А вот на что сложно закрыть глаза, так это на путаницу в именах и переводах. И об этой ситуации давайте поподробнее. Как вы знаете, в русском языке имена собственные не переводятся. Разумеется, Сакура остается Сакурой, но, например, имя Хатару не надо переводить как светлячок и так далее. А вот в японском языке с этим обстоят дела сложнее. Дело в том, что у них есть собственное прочтение китайских иероглифов и, соответственно, собственное прочтение китайских имен, написанных этими иероглифами. Это называется кунь йоми, что примерно переводится как обычное прочтение. К чему это приводит в принципе? Ну, например, если вы любите играть в игры про китайских персонажей, например, эпохи Трое Царствие, но при этом японская озвучка ближе вашим ушам, как это делаю я, то вас постоянно будет терзать несоответствие имен в озвучке и в субтитрах. Потому что условный люйбу превращается в рёву. К чему это приводит в манге Царство? Наши переводчики разделяются на два ладеря. Одни считают, что раз эта манга основана на истории и используют исторических личностей как персонажей, то, соответственно, нужно использовать китайское прочтение. Например, Ли Му, который в манге побил очень много крови главных героев. Даже в английской вики, этот исторический деятель, тоже записан как Ли Му. Но есть второй ладер переводчиков, который сходится на том, что Царство – это японская манга, написанная японцем на японском языке. Следовательно, именно их прочтение иероглифов в данном произведении канонично, поэтому имена нужно переводить на японский манер. Так Ли Му превращается в Рибоку. Если в большинстве своём наши переводчики, как и я в том числе, за первый вариант перевода, то часть наших, а также большинство западных переводчиков уверены в правильности второго варианта. Поэтому Ван Си периодически превращается в Оки, Хиляу Дяо становится Каретен, а из Ин Джена получается Эйсэй и так далее. Так что будьте готовы к тому, что, читая разные переводы, вы будете периодически натыкаться на разные переводы имён, что меня сильно путало в своё время во время прочтения. Но теперь вы знаете, почему это происходит. Что думаете по поводу этих двух вариантов перевода именно вы можете писать в комментариях. Будет очень интересно почитать. А мы будем подводить итог. Подводя итог, царство это практически уникальное произведение. Масштабная военная кампания, героизм, политика, бессмысленные смерти и круговорот ненависти. А главное, что делает эта манга, она напоминает, что за историческими событиями, которые произошли несколько тысяч лет назад, стоят настоящие люди из плоти и крови со своими страстями и мечтами. Именно здесь я хочу отметить один из эндингов данного аниме под названием King. Это великолепный визуальный секвенс, который показывает героев аниме и манги в виде таракотовых воинов. А ведь знаменитая таракотовая армия и много-немало часть мавзолея императора Циньшо Хуанди в Сиане. И глядя в эти скульптуры, в это невероятно эмоциональное переплетение художественного произведения и реальной жизни под лирическую и красивую музыку, у меня просто перехватило дыхание. Живые люди со своими пороками, целями, стремлениями, амбициями застыли на вечном виде камня. И просто взгляд на них наполняет сложными эмоциями, которые сходятся в голове в одну фразу. Мы были там, мы творили историю. А на сегодня это все. Большое спасибо всем, кто насмотрел, большое спасибо всем, кто поставил лайк, оставил комментарий. Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете про царство и когда оно закончится. Или нам ждать окончания еще лет 20 дополнительных. Также забегайте к нам на стримы. Сейчас мы, например, смотрим остального алхимика. Буду всех ждать. Сейчас на экране вы видите интересные комментарии из-под предыдущего обзора. Мне каждый раз приятно читать такие развернутые и интересные мнения. Так что у всех есть шанс попасть в следующее видео. И на этом еще раз большое спасибо за сегодня. И, как говорится, цесайка.